Это моя история. История о том, как я оставила работу, купила билет в один конец, купила сервисы и 5 месяцев вместе с подругой провела в Латинской Америке, имея с собой всего 800 баксов. Давай, пожалуй, наше приключение. Всем доброе утро! Сегодня у нас первый рабочий день как Workaway. Мы живем в хостеле, но это хостел не совсем хостел, потому что здесь люди живут месяцами, а некоторые даже годами. Так что заданий тут немного, но они такие особенные. Вот, например, чем занимается в данный момент Ксюша. Теперь у нас будет тепло, потому что здесь ужасно холодно. Так, это было, это наше первое задание. Колка дров для того, чтобы растопить печку. Я тут матом ругнулась. Надо будет вырезать. Я даже не услышала. Я очень тихо. И так, если вы когда-нибудь кололи дрова, то ставьте лайки. Вот мы и сделали наше первое задание. Нарубили дров. Вот они. Вот наша печка. И сейчас нам нужно прибраться в осаду или в огороде. Будем там подметать, убирать и складывать. Хотя там только одно листье. И то, что мы намусорили после рубки. А потом затопим печку. Ксюша, уже приступила к выполнению второго задания. Уборка внешней территории. Третье задание. Прибраться в хостел. А потом затопить печку. Да. Метем, метем, метем. Не так уж и много грязи. С учетом того, что все ходят в ботинках. Нам повезло, что дождя эти дни нет. Потому что был бы дождь. Конечно, тут бы не попали. Приступим к разжигу печки. Кладем дрова. Большие и маленькие. Немножко бумаги. Немножко маслица. Чтобы подольше горело. Обычное масло. Сверху немного щепок. Не знаю, что у нас получится. Сами еще этого не делали. Натя показали только. Вот так это надо делать. Все. Теперь осталось поджигать. Туда же кинь, пускай горит. Тоже дерево. Теперь ждем, когда это все укорится. Я сейчас решила прогуляться по городу Куэрто Вайлз, где мы живем. И хостел, в котором мы остановились. Вот он. Хостел Сентраль. Мы здесь подрабатываем в качестве work wave. Правда, мы практически ничего не делаем. Бывают у нас такие перепады. То делаем, то не делаем. А сейчас я хочу отправиться на смотровую площадку, до которой мы пока что не дошли. Надеюсь, что сегодня у меня это получится сделать. Я вам заодно покажу город. Он очень милый такой, симпатичный. И самое интересное, что здесь есть даже Парк Инн. Рэдис энд Блу отель. Не ожидала в таком маленьком городе встретить такой крупный отель. Вот я как раз рядом с ним. Мы живем прямо на этой улице. Улица называется Ла Пас. Большинство городов здесь, в Южной Америке, называются либо как страны, либо как города. То есть у них такие интернациональные улицы. И домик в них очень-очень прикольный. Особенно не похожий на аргентинский. В Аргентине оно как-то так не выделяется. Когда приезжаешь в Чили, ты сразу чувствуешь, что это что-то такое. И в основном здесь все в немецком стиле, потому что основные поселенцы были немцами. У них очень интересное старое здание, строение. Они отделаны деревом. И выглядят очень необычно, как чешуя у рыбы. В Пуэрто Варс две смотровые площадки. Она располагается в парке Филипп. Совсем рядом с нашим хостелом. Вот он. Я сюда уже пришла. Там ветеватая дорожка должна везти вверх. Надеюсь, что я найду правильный путь. Уже включили фонари. Она работает с 8 до 10 вечера. С 8 утра на 10 вечера. Здесь очень много деревьев. Кажется, я добралась до смотровой площадки. Но что-то здесь вид не совсем тот, что я ожидала. Обычно все как на ладони. А здесь не совсем закрыто практически все деревьями. Но вон там есть какой-то вон еще повыше. Со ступенечками. Не знаю, может быть оттуда будет лучше видно. Здесь просто мило посидеть. Город видно, конечно, но не так, как бы хотелось. Но... Нет, пожалуй, нормально. Деревья мне больше нравятся, чем город. Каких-то штука делают из деревьев. Из остатков деревьев. А теперь давайте прогуляемся по набережной. А вот и оно. Второе привлечение в Чили озера. Которое называется Льянкиуэ. Льянкиуэ. Да, сложно выкрырыть. А еще сложнее написать. А вот здесь, так как это не только озерный край, но еще и вулканический край. И Чили это практически территория вулканов. Здесь два вулкана. Вот этот вот Асорна и вот этот вот Калбука. Туда можно отправиться в туристическую поездку. Но можно и добраться самим до города, который находится у подножия этих вулканов. У подножия вулкана Асорна. Да тут, как и полагаю, ближе. А здесь начинается Краснабережная. И вот видите, чилийцы любят разные статуи, сделанные из железа. Какая-то девушка. Наверное, кого-то ждала и не дождалась. Да, так частенько бывает. А еще здесь любят порабачить. Очень много людей приходят сюда для рыбалки. И вот видите, видимо, руками хотят поймать. Надеюсь, у них удачно. Как всегда, спортивная площадка с потрясающим видом. Бесплатная. Можно покататься на лодочке. Какой год? Кого год? Да, центр города идти примерно 10 минут. Медленным-медленным шагом. И вот здесь вот находится информационный центр. Но особо там делать нечего. Единственное, что взять карту города. Потому что как таковых достопримечательностей здесь нет. Есть только несколько старых домов. Старых цаквей. И вулканы. Но здесь все равно находятся люди. И те, кто продает что-то. Потихивает туристам. Но денег у нас нет. Тут вот такие вот автобусы. И все они практически до Пуэрто-Монт. Памятник. И еще один памятник. Вот и вся площадь. А вот и центральная площадь. Чуть больше. Только посмотрите, какие здесь интересные деревья. Видели? Оригинальные нас тут. А это то, что я и говорила. Видите, какие здесь поставки? Они как обе чешуя. Как жар, говоря. Но это еще не совсем то, что от старых домов. Сейчас я еще найду вот другие дома. Тут. Их полно. Просто я, видимо, не там шла. Вот они. Типичные. Стани. Я же говорила, что здесь много таких домов. Чешуйчатые дома. А вот и улица с типичными строениями. Итак, чтобы добраться до второй смотровой площадки, необходимо дойти до конца улицы Отто-Бадер. И вот здесь вот ход. Сейчас посмотрим, удачно ли здесь площадка. А рядышком находится госпиталь. Так что нужно подниматься, не бояться за свою жизнь. Вас спасут непременно. Ну вот я и добралась до самой верхушки. Но сказать, что ветвь впечатляющий, я не могу. Немного лучше, чем с первой площадки. Но тем не менее. Ни в какое сомнение не идет с пункта Ренос. И тут летают птицы. Мне уже становится страшно. Потому что там все лесницы загажены. Как бы на мою голову на себя делалась эта радость. Надо, в общем, бегать быстро. Ну, зато можно погуляться. И, кстати, в Венталу. Какие-то статуи религиозные. В Венталном церкви. Я плохо видно, правда, но... Я не знаю, успею сегодня дойти до нее или нет. Надеюсь, что получится. Зазвонили колоколам. Но здесь нет колоколов. Это записанная музыка. Вот из того храма. Беленького. Белокрасного. В который я хочу сходить. И вам показать его. Я уже там была. Оно сейчас работает только для того, чтобы служить мессы. И закрытая для посетителей, как таковых. Но мы немножко посидели там. Мы и дошли до католической церкви. Вот она такая. Она сделана из дерева. Но сверху она обита железом, который покрашен в белый цвет. Внутри все деревянное и там нет статуэток, как это обычно принято в католических церквях и там находятся только образы. Но вообще она внешне очень красиво выглядит. Мне нравится. По мессе, кстати, было очень мало людей. Человек, наверное, 6, не больше. Сейчас здесь проходит месс. Нужно слышать песнопения. Вот она, видите, железо и дерево. Это деревянное покрашено. Это железное. Но издалека этого всего незаметно. Вот, пожалуй, на сегодня и все. Я отправляюсь домой, потому что уже подустала ходить. Тут не первый час. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на наш канал. Чао-чао. А еще забыла вам рассказать о том, что здесь есть лестница, которая окрашена фреской. Вот так вот. Как в Рио-де-Жанейро. Видимо, мода захватывает столицу. И не только. А сейчас я将 Thinking. Субтитры сделал DimaTorzok